Здравствуйте! Информационно-аналитическая программа в эфире ОРЕН-ТВ. Сегодня в зоне нашего внимания оказалась ситуация, связанная с бывшим главным врачом областного тубдиспансера, депутатом законодательного собрания Валерием Сазыкиным. Следствие доказало, грехи или огрехи главного врача. Злоупотребил должностными полномочиями, допустил растрату вверенных ему денежных средств. Голодовка – крайняя мера протеста или способ давления на суд. Акция протеста против произвола власти, прежде всего губернатора Берга, и во-вторых, против произвола правоохранительных органов. Соблюдение закона, политика, личные отношения. Что же станет главным мотивом принятия судебного решения? Если сейчас мы не защитим права Сазыкина, это коснется завтра и нас, и вас, и обыкновенных граждан, которые только позволят себе сказать слово «не». Сюжеты смотрят и комментируют журналист Сергей Хомутов и шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге Максим Корников. Преследование по политическим мотивам, конфликт личных интересов или же реальное раскрытие преступлений. На этой неделе состоялось первое заседание суда по уголовному делу в отношении депутата законодательного собрания, бывшего главного врача областного туб-диспансера Валерия Сазыкина. Дело резонансное, и если часто подобные события сами фигуранты пытаются замолчать, то в этом случае обвиняемый наоборот всеми способами привлекает на свою сторону общественность. Сазыкин заявляет о полной своей невиновности и говорит о травле из-за его активного противостояния власти, в частности губернатору. Сегодня вместе с экспертами попробуем разобраться, каков же основной мотив следствия, кому может быть выгодно уголовное дело против Сазыкина и почему бывший главврач туб-диспансера выбирает такие публичные методы протеста. Под следствием Валерий Сазыкин, главврач обл-туб-диспансера, попал в августе 2011-го. Под горячую руку губернатора в 2010-м году, на очередном заседании законодательного собрания. Тогда Юрий Берг довольно резко высказался о состоянии медицинского учреждения, которым и руководил Сазыкин. Это самые худшие лечебные учреждения в Оренбургской области. Областные, хоть какие. Я еще не дошел до областного кожи вен, но там тоже говорят. Ну, пройду все, все пройду, посмотрю. Гордиться нечем. Там, где хороший хозяйственник, там такого не бывает. Туберкулезом в первую очередь. Многие эксперты уверены, что после этого и начался затяжной конфликт, который в качестве предположения и стал косвенной причиной уголовного дела. Появляется первое открытое письмо губернатору, в котором тогда еще главный врач затрагивает понятные и близкие всему населению темы. Шикарный коттедж главы области, огромный участок, служебный автомобиль. После этого в переписку вступают сотрудники тубдиспансеров. В блоге губернатора одни просят защитить их от главного врача, другие убеждают Юрия Берга в кристальной честности Валерия Сазыкина и призывают прекратить бесконечные проверки и травлю начальника. 11 августа 2011 года на депутаты законодательного собрания заводят уголовное дело. В период с 1999 года по 2011 год на протяжении 10 лет, являясь главным врачом областного тубдиспансера, злоупотребил должностными полномочиями при приеме перемещения и переводах работников, фиктивно устроенных в диспансер, на должности, не предусмотренные штатным расписанием. А также допустил растрату вверенных ему денежных средств. Если человек много лет, уже давайте будем говорить, держит раба, который работает у него дома, и в общей сложности выплачены зарплаты с учетом налогов, бюджет потерял 700 тысяч рублей. Если 7 лет человек другой получает заработную плату, опять раб, и готовит диссертацию этому человеку, ну что это такое? Поэтому о заказном характере данных действий никакой речи быть не может. Поддержать это депутатское расследование... Депутатского расследования никакого не было. А вот уголовное дело прошло согласно всем нормам, уверенно говорят в Следственном комитете. Дело расследовалось около года. Обвинительное заключение подписал руководитель Оренбургского управления Колотов. Валерий Сазыкин поставил свою подпись под обвинительным заключением. Мог ли депутат Сазыкин совершить то, что ему инкриминируется? Вполне возможно, что да. Совершали ли нечто подобное другие главврачи? Главврачи. Наверное, да. То есть, грубо говоря, больше половины, а то и две трети главврачей так или иначе приступали либо нормы закона, либо некие должностные инструкции в управлении средствами в том числе. И наверняка обвинение таким можно выдвинуть всем. Ну, во-первых, ни для кого не секрет, что конфликт между губернатором и Сазыкиным был. Это знают все. И, возможно, для кого-то это стало таким сигналом. А, возможно, когда-то кто-то что-то говорил, слушайте, ну, что, мы будем это терпеть? Давайте покажем все-таки человеку на его место. Вполне возможно, я такое допускаю. Это, в принципе, в духе системы управления в нашей стране. Но в любом случае этот конфликт на данном этапе, на сегодняшний день, скорее мешает следствию, чем ему помогает. Потому что этот конфликт выводит как раз всю эту ситуацию из уголовной плоскости в политическую. Что, конечно же, не помогает вести это следствие. Не помогает, по крайней мере, внешнему виду этого процесса. Он не кажется объективным. Из-за этого как раз конфликт. И, наконец, самый главный и последний вопрос. Было ли это заказное преследование или не было? Ну, вот давайте, так сказать, доказательств мы не услышали ни с одной, ни с другой стороны реальных. Это не более чем предположение. Губернатор говорил, что через своих сотрудников или опосредованно со слов Фролова, что он таких указаний никому не давал. Опять же, Сазыкина, его защита уверена, что именно из-за этого произошло его преследование. Ни то, ни другое практически не доказуемо. Поэтому говорить о том, что это какой-то уникальный процесс или он обязательно неким образом был спрогнозирован, я бы не стал. Только вот многих смущает серьезность преступлений, которые были обнаружены в ходе деятельности Валерия Сазыкина за последние 10 лет. Два официально неоформленных сотрудника и растраты в общей сложности за 10 лет в 1 миллион рублей. Я лично считаю, что не только у того же Сазыкина, но в данном случае речь идет о нем, можно найти другие нарушения. И может быть нарушения посерьезнее. И даже, в общем, судя по некоторым материалам в прессе, которые встречались задолго до той голодовки, которая была объявлена, такие нарушения были, судя по этим материалам. Но любое следствие, которое найдет действительно большие нарушения в том руководстве, любые нарушения в управлении, в том числе и этим туберкулезным диспансером, будут невыгодны власти, невыгодны самому следствию, невыгодны самым силовым структурам. Потому что тогда возникает резонный вопрос. Ребята, а все эти годы вы чем занимались? Почему вы этого не видели? Почему это вот так проходило мимо вас? Почему все эти годы вы такие большие нарушения не могли пресечь? Именно поэтому, на мой взгляд, следствие действительно выглядит несколько смехотворно. Потому что 1 миллион рублей за сколько там? За много лет. Это, честно говоря, смешно по сравнению с тем ущербом, который допускали некоторые уже даже осужденные, заместители министров и министры в том числе. 23 июля Валерию Сазыкину предъявлено обвинение и второе открытое письмо губернатору Юрию Бергу. И снова от обвиняемого, бывшего главного врача, звучат достаточно смелые заявления. Фигура губернатора Юрия Берга постоянно всплывает в открытом письме бывшего главного врача ТОП-диспансера, а ныне подследственного Валерия Сазыкина. Именно он, по словам обвиняемого, и стал чуть ли не заказчиком уголовного дела. Многочисленные проверки медучреждения различными ведомствами и силовыми структурами Сазыкин называет и иезуитской тактикой морального изматывания. Обвиняемый уверен, что подобный прессинг – ничто иное, как месть губернатора за смелую критику со стороны Сазыкина. Но несмелые высказывания, непрямые обвинения дело не меняет. Его готовят к передаче в суд. И тут Сазыкин совершает поступок, который, по его мнению, должен был показать всю серьезность ситуации. Он объявляет голодовку. Отказ от еды пока дело не вернут на дополнительное расследование. Для голодовки Сазыкину подготовили специальное помещение на Пролетарской, 86. Из мебели здесь только кровать и стол. Акция протеста против произвола власти, прежде всего, губернатора Берга. И, во-вторых, против произвола правоохранительных органов, которые, как я считаю, являются инструментом в руках действующей нашей власти. За состоянием здоровья протестующего, а 65-летний депутат страдает сахарным диабетом, следит медик. Сазыкин уверяет, что будет пить воду до тех пор, пока его требования вернуть дело в прокуратуру не удовлетворят. Если сейчас мы не защитим права Сазыкина, то завтра такое может случиться с кем угодно. Только один раз допустить и дать возможность надавить на человека, уничтожить его не просто как личность, но уничтожить его физически, это коснется завтра и нас, и вас, и обыкновенных граждан, которые только позволят себе сказать слово «нет». Валерий Сазыкин продолжает голодовку. Депутаты, что его поддерживают, тем временем с его фотографиями идут на очередное заседание законодательного собрания. Тем временем у голодающего мужчины повышенное давление, а также высокий сахар в крови и головокружение. За шесть дней голодовки Сазыкин похудел на шесть килограмм. Я пью три бутылки в день специально ставленные минералки и три обычной воды. К Валерию Сазыкину присоединяется однопартийец из городского совета Равкат Юсупов. Правда, голодать готов пять дней. Такого человека, который может прямо в глотах сказать, независимо от ранга, свое мнение, свое размышление, покритиковать. И когда за это политическое преследование идет, я считаю моим долгом его поддержать в этот трудный момент. В случае моей смерти прошу считать виновным в этой смерти ныне действующего губернатора Оренбургской области Берга Юрия Александровича. Письмо с таким содержанием Валерий Сазыкин направил генеральному прокурору Юрию Чайке. Состояние голодающего редко ухудшилось. Врачи поставили Сазыкину диагноз – прединфарктное состояние. Место Валерия Сазыкина готов занять Александр Митин, но пока протестующий держится. Правда, его стойкость не трогает ни власть, ни правоохранительные органы. Валерия Сазыкина на скорой доставляют в первую горбольницу. На смену ему, как и обещал, пришел председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Митин. Правда, решил отказаться от еды он на три дня. Результат. 20 августа акция протеста на голодный желудок сворачивается. Как многие его уже окрестили, политический шантаж своей главной цели не достиг. За время довольно резонансной голодовки дело Сазыкина передали в суд. Зато имя оренбургского депутата, бывшего главного врача-топ-диспансера, прозвучало на всю страну. Конечно, голодовка – это способ, по крайней мере, обратить на себя внимание. Для чего обратить внимание? Чтобы показать, что ты считаешь, что тебя несправедливо преследуют. Но это глупо отрицать. По поводу давления на следствие, это такая всегда вещь, давлением можно назвать всё, что угодно. Вышла статья в газете, это давление на следствие или нет. Человек считает, что его несправедливо судят, он объявляет голодовку. Тут можно оценки давать разные, что давление, что не давление. Я считаю, что всё, что не касается прямого давления на сотрудника, который, например, расследует дело, или на судью, который будет рассматривать это дело, это всё очень условно можно назвать давлением. Я не рассматриваю это всерьёз. Иначе тогда вообще никакую тему нельзя обсуждать, никакой процесс нельзя обсуждать, и никак нельзя проявлять своё мнение, в том числе, там, эпикетами, голодовками, чем угодно. Мне кажется, это, в общем, отлукаво называть это всё давлением, в том числе и голодовку. Человек так выражает свою позицию. По большому счёту, голодовка, да, как метод может быть политический, может быть, так сказать, выступление против вообще системы. В данном случае голодовал, я вот не понял, так сказать, мотива голодовки Сазыкина. Потому что его неправильно преследуют. Тогда в чём неправильно? Почему это публично об этом не заявить, не сказать, не предоставить доказательства СМИ? Мы ведь до сих пор не видели доказательств того, со стороны обвиняемого в данном случае, того, что диссертацию ему никто не писал, и у него там дом никто не работал. И если есть ведомости, то нет причины не доверять этим документам. С одной стороны, можно сказать, что он не добился своего, потому что дело в суде, и там грозит реальное наказание и так далее, и так далее. С другой стороны, он добился своего тем, что об этом мы действительно заговорили на федеральном уровне, на это обратили внимание. Он приковал внимание к своему процессу. Наверное, вы делаете программу, в конце концов, вы спрашиваете меня сейчас об этом, поэтому можно сказать, что чего-то он этой голодовкой добился. Посмотрите, похожая ситуация произошла в Горсовете, и тоже с однопартийцем Сазыкина Огаревым, но она произошла тихо, спокойно, без всяких претензий. И, ну, вот, назначили штрафы, назначили, он заплатит его, и будет, значит, по прошествию погашения задолженности, обычным гражданином, который никак в правах не поражен. Мне кажется, какая-то чрезмерность, и чрезмерная эмоциональность, и чрезмерное освещение этого процесса как-то не играет на пользу никому. Сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим рассуждать над ситуацией, связанной со скандальным делом врача депутата Валерия Сазыкина. И мы продолжаем рассуждать над ситуацией, связанной с резонансным делом врача депутата Валерия Сазыкина. Ежедневные пикеты и митинги, двухнедельная голодовка – все это эффекта не возымело. Суд идет. 11 нарушений в уголовном деле обнаружили адвокат Валерия Сазыкина и коллеги оппозиционеры. Решили, этого достаточно для пересмотра дела. Например, по мнению адвоката, с нарушениями составлено обвинительное заключение. Но суд Ленинского района отказал в ходатайстве защиты вернуть дело прокурору для устранения нарушений. В Ленинском районном суде города Оренбурга сегодня в предварительном судебном заседании будет рассматриваться уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания, главы одного из здравоохранительных учреждений города Оренбурга, который, по версии следствия, совершил два эпизода злоупотребления должностных полномочий, один эпизод превышения должностных полномочий и два эпизода растраты. На этой неделе прошло и первое судебное заседание. Заслушали обвинительное заключение прокуратуры и объяснение Сазыкина. Он не признает вину ни по одному из трех вменяемых ему преступлений. Как это ни странно, много вопросов вызывает опрос первых свидетелей. Например, водитель Сазыкина заявил, что следователь записал в протокол допроса сведения, которые он ему не сообщал. Рабочей хозяйственной части, что их показания в протоколах искажены следователем и не соответствуют действительности. Что даже записано показания, которые они не давали. А один вообще заявил, что следователь угрожал ему преследованием, если он не подпишет нужные показания. При этом, естественно, все свидетели предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. Судя по всему, процесс скучным назвать будет трудно. Будем считать, что давление будет с двух сторон, но все зависит от самого судьи. К сожалению, здесь мы можем рассчитывать только на объективность и внутреннюю убежденность или уверенность самого судьи. Я не могу его характеризовать, поскольку лично с ним не знаком. Это в меньшей степени зависит от системы, а зависит от принципиальности и системы взглядов судьи. Еще раз говорю, я глубоко уверен, что похожие преступления можно найти у большинства главных врачей или руководителей бюджетных организаций. Даже вот сомнений нет. Больше того, я знаю, что оперативные данные есть у милиции. Почему включились процессы в отношении Сазыкина, я не знаю. Но я еще раз говорю, это уже не первый его конфликт с исполнительной властью. Может быть, просто терпение кончилось. Один вариант, да? А второй вариант, может быть, просто очередь дошла. Третий, он попал в некую систему компанейщины, которая существует в нашей стране, к сожалению. За компанию, так сказать, решили и с ним разобраться. Трудно сказать, но я думаю, у политики здесь минимум. Другое дело, что, возможно, здесь применены двойные стандарты. Вот это я допускаю. После того, как мне стало известно, что несколько свидетелей отказались от тех показаний, которые в суде озвучиваются, я понял, что этот процесс, наверное, грозит, опять же, очередным скандалом. Когда несколько свидетелей говорят, что их показания искажены, тут, может быть, много вариантов ответов, почему так происходит. Но в любом случае, это заставляет обратить на этот процесс внимание. И, судя по всему, мы постараемся на каждое свидание ходить и рассказывать, насколько это возможно беспристрастно, о том, что там происходит. Судя по всему, этот процесс грозит стать, может быть, не столь же скандальным, как голодовка. Но, тем не менее, о нем тоже, наверное, будут много говорить и говорить разного. Соблюдение закона, политика, личные отношения, что станет главным мотивом в принятии судебного решения. Хочется верить, что все-таки первое. Очередное, далеко не последнее заседание суда будет уже в понедельник. До встречи. Это был Резонанс.